Первая книга Пароль-Поминон, глава восьмая Ахуах, Герра, Шефуфан и Курам, и вот сыновья Ягуда, которые были главами родов, живших в Геве, и переселенных в Манахав. На Аман, Ахия и Герра, который переселил их, он родил Уззу и Ахихуда. Шегараим родил детей в земле Моавицкой после того, как отпустил от себя Хушиму и Баару жён своих. И родил он от Хадеши, жены своей, Явава, Цивию, Мешу, Малхама, Яутца, Шахиу и Мирму, вот сыновья его главы поколений. От Хушима родил он Авитува и Елпаала, сыновья Елпаала, Евер, Мешам и Шемер, который построил Оно и Лод и зависящие от него города. И Берия и Шема, они были главами поколений жителей Аналовна. Они выгнали жителей Гефа, Ахио, Шешак и Римов, Зевадия, Арад, Едер, Михаил, Ишфа и Иоха, сыновья Берии, Зевадия, Мешуллам, Хиски, Хивер, Ишмиррай, Излия и Иоваав, сыновья Елпаала. Иаким, Зихри, Завди, Елиинай, Цилфай, Елиил, Адаия, Берая и Шемраф, сыновья Шемея. Ишпан, Евер, Илиил, Авдон, Зихри, Ханан, Ханания, Елам, Антофия, Ифде и Фенуил, сыновья Шешака. Шамшарай, Шахария, Афалия, Иаарешия, Елия и Зихри, сыновья Иерахама. Это главы поколений в родах своих главные. Они жили в Иерусалиме. В Гаваоне жили отец Гааванитян, имя жены его Мааха. И сын его, первенец Авдон, за ним Цур, Кис, Ваал, Надав, Гедор, Ахио, Зехер и Миклов. Миклов родил Шемея. И они подле братьев своих жили в Иерусалиме вместе с братьями своими. Нер родил Киса. Кис родил Саула. Саул родил Иоаннафана, Мелхисуя, Авинадава и Ежбаала. Сын Иоаннафана Мерибаал. Мерибаал родил Миху, сыновья Михи, Пифон, Мелег, Фаарея и Ахаз. Ахаз родил Иоаннадду, Иоаннадда родил Алемефа, Азмовефа и Замврия. Замврий родил Моцу. Моца родил Бинею, Рефаия, сын его, Илиаса, сын его, Ацел, сын его. У Ацела шесть сыновей, и вот имена их. Аарикам, Бохру, Исмаил, Шаария, Авадия и Ханан. Все они сыновья Ацела. Сыновья Ишека, брата его, Улам, первенец его. Второй Иеуш, третий, Илифилет. Сыновья Уламы были люди воинственные, стрелявшие из лука, имевшие много сыновей и внуков. Сто пятьдесят. Все они от сынов Вениамина. Сыновья Уламы. Сыновья Уламы. Сыновья Уламы. Продолжение следует...